Это кадры задержания закладчиков Спайса. Все они граждане Украины, которые работали на интернет-магазин по продаже наркотиков дядя Фёдор. Одного из них, Александра Родионова, из Днепропетровска, поймали в тот момент, когда молодой человек прятал очередные закладки. А его подельника Виталия Северюженко, уроженца Кривого Рога, наркополицейские взяли на съёмной квартире подозреваемых. Как зовут друга? Александр. Александр? Александр здесь что делает? Работает. Работает кем? Курьером. Курьером чего? Скурительной смеси. В квартире наркополицейские обнаружили приготовленные для закладок свёртки со смесями, оптовые пакеты. Некоторые из них были запечатаны заводским способом в упаковке от китайского чая. Кроме того, закладчики привлекли к своей преступной деятельности и местного жителя. Молодой человек работал в такси города Владимира и помогал распространителям спайсов развозить товар к местам закладок. После задержания всех лиц наркополицейским удалось найти ещё три оптовых тайника. Общая масса изъятых смесей составила больше 4,5 килограммов в виде спайсов и солей. Изъятые составляют более 35 тысяч разовых доз. То есть, если представить это в эквиваленте среднестатистического футбольного стадиона европейского, то есть практически можно было полный стадион людей отравить вот этой вот дрянью. По подсчётам наркополицейских убыток, которые понесла наркомафия в результате изъятия партии, составило около 5 миллионов рублей. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела, а на время следствия мигранты заключены под стражу. К слову, в прошлом месяце за аналогичные преступления были осуждены также трое граждан Украины. Каждый из них попал за решётку на срок более 5 лет. Что же касается статистики по употреблению наркотиков в 33 регионе, то она, по словам наркополицейских, значительно улучшилась. Девять месяцев текущего года в нашей области на треть сократилось количество передозировок от наркотиков. На 20% снизилось число обращений в скорую медицинскую помощь по фактам наркоотравлений. Кроме того, согласно данным тестирования, лишь 5% школьников Владимирской области пробовали наркотики. В то время как по России эта цифра равна 10. Ольга Федина, Константин Миронов, 6 канал.